Оппонента фактически идеальны для того, чтобы снова выйти на победную тропу, но не будем забывать, что Сергей очень неудачно выступил в дебюте в своем UFC. И сегодня ему-то победа нужна, может быть, даже и больше чем-то. Ну что, открывался сегодня мейнкарт UFC 243 за очень зрелищной битвой тяжеловесов. Они точно нас подзарядили энергией. Надеюсь, что еще одни тяжеловесы, которые сейчас оказались в клетке, тоже вырадут что-нибудь эдакое. Бойцы друг друга поприветствовали и начинается бой. Как всегда, очень подвижен Той Туйваса. Так и не скажешь по его телосложению, но двигается он действительно очень быстро. Посмотрите, какой лоуки. Первым же ударом Туйваса сбивает с ног с пивака. Еще и успел добавить там удар по голове. Сергей на ногах все в порядке, бой продолжается. Да, как же непросто у Сергея Спивака складывается пока карьера в UFC. Еще один лоу в исполнении Той Туйваса. Да, этих лоутиков стоит побаиваться, судя по реакции Сергея. Угрожает Туйваса. Перепрелся Сергей Спивак и, по-моему, блок отразил атаку. И, посмотрите, переводит Тай Туйвасу. И вот в этой позиции Спивак гораздо предпочтительнее. Но мощный Туйваса сейчас пытается, пока есть силы, во что бы то ни стало подняться на ноги. Контролирует вроде бы его Сергей Спивак. Но Тай Туйваса быстро поднимается. Вот он уже на одном колене. Я думаю, что, да, лишь вопрос времени, когда Туйваса окажется на ногах. Очень быстро, очень шустро просто оказался Туйваса снова в стойке. Хотя Тайгдаун был шикарный в исполнении Сергея. Тай Туйваса продолжает идти вперед Тай Туйваса. Контролирует он дистанцию, хотя длиннее-то руки у Сергея Спивака. Очень вольготно себя чувствует в октагоне Тай Туйваса. Для него это вообще как будто просто игра. Всем видом он показывает. Посмотри, какой локоть, а! Вонзил в голову Спивака Тай Туйваса. Не очень просто все сейчас для Сергея складывается. Туйваса буквально каждым ударом всем угрожает. Опасно все выглядит. Наконец-то и публика оживилась. И посмотрите, очень здорово переводит Сергей Спивак. Попытался он, по-моему, выйти на удушение Бульдог, но не получилось. Туйваса освободился, высвободился. И сейчас атакует Сергея Спивака. Сергей выбросил в ответ. И Тай Туйваса вынужден был отойти. Хорошая снова атака. Снова перекрывается Сергей Спивак. Очень активно. Еще один тейкдаун. Третий тейкдаун за схватку уже. За половину одного раунда буквально. Очень активно проходит первый раунд. Вот сейчас в хорошей позиции в флаггарде. Ну, каждый раз Спивак, в принципе, без проблем переводит на землю своего оппонента. Но Туйваса всегда, вот, то ли за счет мощи, то ли за счет, не знаю, чего, но он всегда очень легко вылезает. Ну, вот сейчас предпринял попытку вылезти Тай Туйваса. Но Сергей Спивак не дал ему этого сделать. Сейчас он контролирует соперника. Но с большим трудом ему дается этот контроль. Судя по всему, Туйваса сейчас сможет покинуть. Да, Туйваса выбирается. Очень здорово. Другое дело, сколько сил потратил австралиец на вот эти попытки. Но дышит сейчас открытым том, именно Сергей Спивак. Возможно, ему тоже было тяжеловато переводить такого мощного соперника. Что будет делать Тай Туйваса? Пока атакует. Четвертый доиграл. Шикарный бросок, просто шикарный. Да, свою базу боевого самбо Сергей Спивак сегодня демонстрирует. Просто во всей красе. Да, вот это красота, действительно. Пробивая сейчас небольшие удары с маленькой амплитудой в лицо Туйваса. Конечно, не очень приятные. Но существенного ущерба не наносят. Победить досрочно такими ударами, конечно же, нельзя. Туйваса все еще пытается найти способ покинуть это положение. Потому что в стойке у него гораздо лучше все получалось. Но Сергей пытается не отпускать. Ну и вновь Туйваса снова выбрался. И снова атакует. Как же взрывается толпа. А как поддерживает она местного любимца. Чуть-чуть задышал Тай Туйваса. И резкость потерялась. Да, после четвертого тейкдауна действительно Туйваса дал понять, что ему было непросто. И еще один очередной тейкдаун в исполнении Сергея Спивака. Причем на любой вкус. Да, самые разные абсолютно. И подсечка, и бросок через бедро. И вот сейчас просто своевременный проход в ноги. Слишком мало времени остается. Скорее всего, ничего не успеет сделать Сергей. Но Туйваса сейчас просто пережитает. Меньше 10 секунд до конца. И, наверное, в этом положении раунд и закончится. Мы слышим гонг. Да, первый раунд такой был. Непростой. Ни что для одного, что для второго. Потому что Сергей на первых секундах пропускал. Даже этот лоу-кик был настолько жестким. Что-то даже побоялся продлиться ли бой хотя бы 20 секунд. Ну, а после, конечно, Сергей умудрился вот реваншировать пропущенные удары в начале. Пятью, аж пятью тейкдаунами. Это, конечно, впечатлило. Но надо сказать, что практически ничего из этих позиций Сергей Спивак не сделал. Довольно пассивный контроль. Так, к большому сожалению, Сергей все силы тратил на то, чтобы вообще удержать Туевасу на земле. О каком-либо добивании, о каком-либо выходе на приеме речи даже не шло. Потому что Туевас очень легко выбирался всегда. И вот нужно было предпринять все усилия, чтобы вообще обездвижить тайну. Но в конце у Спивака это вроде получилось. Там сказали сейчас Туевасе, что слишком мало он работает ногами. Нужно попробовать подключить этот аспект. Хотя, честно говоря, практически каждый удар Туевасе, который он наносил ногой, этот удар Сергей Спивак подхватывал и угрожал переводом в партер. Ну что ж, второй раунд. Зарядился Спивак и попал. Вскорбь, но попал. Хорошо. Хорошо действует Сергей Спивак. Так осмелел он. Почувствовал, по-моему, что может перебивать. Даже не только переводить, а перебивать в стойке Туевасе. Да, сначала зарядился, а потом оформил шестой тейкдаун. Очень активно подсказывает из угла Сергея Спивака. Один из его угловых, по-моему, сорвал голову. Снова на ногах. Эти парни Туеваса выбрасывал колено и локоть. Сергей Спивак ответил коленом тоже. Но в итоге расцепились бойцы. Но ненадолго. Расцепились они лишь для того, чтобы снова войти в клинч. Туеваса устал. Туеваса явно устал. Ну а Сергей Спивак еще и в первом раунде. Выглядел довольно уставшим. Что один, что второй сейчас попали. Достаточно тяжело. Но при этом Туеваса продолжает идти вперед. Какое попадание сейчас от Тая было. Вот это первый тейк-даун, который не удался Сергею. Для этого стабильно все, что он придумывал, все получалось реализовать. Хороший амперкот вставляет Спивак. Хороший амперкот вставляет Спивак. Хороший амперкот вставляет снова. Удерживается пока на ногах Таи Туеваса. Но хорошая позиция, да, для Спивака. Проход в две ноги ему все-таки удался. И вот сейчас в боковом контроле. Кричат Сергею Спиваку, да, чтобы он сел в маунт. Садится Сергей. И очень плохая позиция для Таи Туеваса. Излюбленная позиция для Сергея Спивака. Очень много поединков он заканчивал именно так. Надо разбивать, конечно, защиту Таи Туеваса. Нужно высвободить чуть-чуть пространства. Продолжает сидеть в маунте Сергей Спивак. Очень тяжело Таи Туевасе. Сергей Спивак, по-моему, на пути к своей победе. Не будем, конечно, забегать вперед, но сейчас очень тяжело Таи Туевасе. Работать во втором раунде еще две минуты. Все лицо в крови у Туеваси. И, по-моему, Спивак близок к тому, чтобы либо добить, либо провернуть что-нибудь в духе ручного треугольника. Именно, по-моему, на этот прием он уже начал выходить. Да, пытается душить. И очень тяжело Таи Туевасе. Да, и отключился. Отключился Таи Туеваса Сергей Спивак. В этом карте. Первые секунды этого боя подтверждают эти цифры букмекеров, поскольку я подозревал, что Сергей долго не проживет под этим градом ударов, которые Туеваса выбрасывал. Но вот как все обернулось. И быстро сейчас врачи пытаются привести Таи Туевасу в чувство, обработать его раны. Но Сергей очень доволен. Ну и есть отчего. Да, потому что в первом поединке в UFC у него получилось такое вот разгромное поражение было у Сергея Спивака. И во втором, во втором его бою ему дают рейтингового соперника из топ-15. Так что сегодня Сергей после обновления рейтингов уже выбил, можно сказать, сегодня себе туда дорожку. Так что, скорее всего, будет 14-м теперь Сергей в топ-15 лучших бойцов UFC в тяжелом весе. Ну а вот Таи Туевасы очередное поражение. Уже третья подряд. Но если первые два были от Джуниора Дос-Сантоса, благо Иванова, топовых спортсменов, то, конечно, поражение от Сергея Спивака, я думаю, в план австралийца, ну уж никак не входило. Да, жаль.